Всем привет! Итак, продолжаем разбор линеек всех смартфонов и сегодня у нас на очереди компания Huawei. Вы очень просили в комментариях, вот пожалуйста, вам выходит следующее видео. Все другие линейки, друзья, если вас интересуют, они уже выходили на этом канале. Линейки Xiaomi, Realme, Infinix, Common. Последняя была линейка Honor, ну и вот как раз-таки после Honor, наверное, самая логичная, это линейка Huawei. Как я уже неоднократно вам говорил, это уникальный контент на YouTube, поэтому влепите лайк этому видео. Если вы не подписаны на этот канал, то пора бы это уже сделать, чисто по-братски. Ну и сделай репост свату-брату-акробату, всем будет полезно узнать о компании Huawei чуть-чуть побольше. И сегодня мы разберем, друзья, все линейки, некоторые смартфоны я вам порекомендую. Итак, давайте начинать. Вначале немного у компании Huawei, в целом это очень большая компания, у нее супер большие контракты по всему миру. И не только по телефонам, там в целом коммуникации, некоторые другие вещи, не буду о них говорить. Сегодня мы говорим только о телефонах. Так вот, произошло следующее. В определенный момент на них наложили большие санкции. И на самом деле компания, наверное, из этого круговорота еще не выбралась. Потому что у компании пропала самое главное, а именно оболочка или же операционная система Android. Компания была вынуждена самостоятельно разработать собственную оболочку. Есть, конечно, большие проблемы, особенно с магазином. На него очень многие жалуются. И в этом, наверное, самый главный минус этой компании, компания Huawei. Но посмотрим, как дела обстоят на сегодня. Начнем мы традиционно с таких бюджетных линеек. Называется она i. И есть еще линейка Enjoy. Это такие смартфоны примерно около 100 долларов, плюс-минус, чуть больше, чуть меньше. И здесь были следующие смартфоны. Huawei i3, i5, i6, i7, i6 Prime, i6 2019 года. То есть дальше были, на самом деле, повторения того же самого названия. Просто прибавлялся год. i7 2019 года, i6s и i9s. Кстати, на него можно обратить внимание. Интересный аппарат. Интересен он не своей IPS-матрицей. Здесь все просто. Kirin 710 когда-то, кстати, был достаточно популярный процессор. И был достаточно неплохой. Здесь неплохая камера на 48 Мп. От компании Sony. Батарея небольшая на 4000 мАч. Ну и быстрая зарядка вообще здесь отсутствует. Но самое интересное, друзья, здесь была выдвижная камера. И смотрелось это реально очень даже неплохо. То есть у вас был настоящий полноценный безрамочный экран. Далее линейка Enjoy. Enjoy 7 Plus, Enjoy 6, Enjoy 7, Enjoy Max и Enjoy 60X. В целом такая достаточно странная линейка. Неизвестно вообще, зачем она нужна. Но это тоже, друзья, бюджетное такое направление. Если вам интересно, то можете обратить внимание на эту линейку. Но в целом, конечно, я бы вам здесь вообще ничего не рекомендовал. Потому что это отсутствие Google сервисов. Да и телефончики на самом деле посредственные. Далее появилась линейка P Smart. Интересный смартфон на самом деле. Например, P Smart 2019 года. P Smart Z тоже, кстати, друзья, выделялся очень даже неплохо. Потому что у него был абсолютно безрамочный экран. И камера выдвигалась сверху. Как было модно в то время. И вот компания Huawei, по сути, поддержала этот тренд. И исполнила вот такой красивый, интересный смартфон. Под названием Huawei P Smart Z. Ну и P Smart 2021 года еще появился. В целом, вот это такая, знаете, линейка iE Enjoy. Это более бюджетный вариант. И P Smart это уже более средний сегмент. Но выделяющийся такой интересной концепцией. Далее мы переходим к линейке под названием Nova. Здесь очень много смартфонов. Это, по сути, средний бюджет от компании Huawei. И здесь, друзья, разгуляйся душа. Я буду вам просто перечислять. И на самом деле разобраться в них достаточно сложно. Потому что название постоянно меняется. Какой-то конкретной концепции в этой линейке я не нашел. Например, начинаем со старичков. Nova 2, 2+, 2i, 2S, 3, 3i, 5T, 6, 5G. Ну, в общем, друзья, разгруз очень большой. Есть и i, есть и Lite, есть и iSE, 9SE и так далее. Очень много разнообразия. Например, далее идем мы Nova 8, Nova 9, Nova 9SE, Nova 90i. И вот, друзья, с этого момента можно отделить еще одну линейку. То есть Nova i. Не знаю, зачем она, в принципе, была изобретена. Но здесь телефоны Nova i70, i72, Nova i90 и Nova i61. А в основной линейке Nova 10 Pro, Nova 10, Nova 11, Nova 12i. Ну и самые последние смартфоны это Nova 12s. Тоже, если взять последний смартфон, ничего особенного, друзья. Ничего выдающегося Nova 12s. Хороший AMOLED-экран, 6,7 дюймов, Full HD разрешение. Snapdragon 778 почему-то сюда установили. Это, ну, так скажем, не самый свежий процессор. Но то, что уже компания Qualcomm, это приятно. 8 гигабайт оперативной памяти, 256 встроенной. В Antutu примерно 500-600 тысяч баллов. Основная камера на 50 мегапикселей. Неизвестно какого происхождения. Есть ширик на 8. По камерам, друзья, тоже в целом все достаточно стандартно. Батарея на 4500 мАч и быстрая зарядка на 66 Вт. Достаточно средние такие показатели. Но ценник там в районе что-то там 40 тысяч рублей. И компания Huawei смотрит, наверное, в какую-то непонятную сторону. Ценники заоблачные. Производительность обычная. Но и кто их будет покупать непонятным, кроме рынка Китая. В Китае их, конечно, разбирают достаточно сильно. И если бы не рынок Китая, то, наверное, компания Huawei вообще бы прекратила свое существование. В целом, если вам интересна линейка новая, это средний сегмент. И примерно там до 300 долларов или от 300 долларов и чуть выше. Вот такие смартфоны есть у этой компании. Я в целом, вот пересмотрев все, что здесь есть, ничего бы вам отсюда не рекомендовал. После покупки ультрабуков счастливые владельцы достаточно быстро понимают, что у малого веса есть свои ограничения. А конкретно это количество портов для подключения всякой там периферии. Их достаточно сложно разместить на ноутбуке. В этом случае на выход приходят USB-хабы, играющие в том числе роль компактных док-станций с набором востребованных интерфейсов, позволяющих, заняв всего один USB-C разъем, подключить большое количество дополнительных устройств. От банальных мышек и клавиатур до ТВ и проекторов. Примером тому послужила новинка от компании Ugreen Multifaction Adapter, то есть мультифункциональный адаптер 9 в 1. Здесь есть очень много портов, в том числе 2 USB-C, 3 USB-A, HDMI, выход Ethernet и даже вы можете подключить с помощью него MicroSD и обычный SD. Если вас, друзья, это заинтересовало, все ссылочки в описании и в первом комментарии. Далее переходим к более интересной линейке. Называется она Mate. Это, так скажем, флагманская линейка, но с определенными инновациями. Здесь компании экспериментируют и, так сказать, показывают нам новые решения. И здесь есть о чем поговорить. Например, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate Porsche Design. То есть особенная такая версия выполнена в очень интересном стилистическом таком моменте. Далее тоже, друзья, эта линейка, по сути, разделилась на 3 части. У нас есть линейка Lite, обычный Mate и Mate Pro. Поэтому с этого момента, друзья, делим их на 2 части, а посередине у нас будут выходить те модели, которые не входят в эти линейки. Но, чтобы, друзья, не запутаться, вот такое разграничение. Итак, здесь 20 Lite, Huawei 20 и Huawei 20 Pro. Интересные модели они выделяли в целом, наверное, своим таким хорошим инновационным экраном. Ну и в целом смотрелись достаточно неплохо для своего времени. Также вышел Huawei 20X. Это, друзья, тоже еще одно отделение, как и любит компания Huawei. Куда его приплюсовать, на самом деле вообще непонятно. Также вышел еще один Porsche дизайн. Когда-то компания Porsche, но, наверное, в то время она была достаточно развитая. Сейчас, как говорится, китайцы рулят всем. И вот эти компании потихонечку уходят в прошлое. Далее Mate 30 Lite, Mate 30, Mate 30 Pro. Тоже интересные модели, ничем особенным не запомнились, кроме шторки сверху. Ну и вот следующая модель, это Mate XS. Это уже был Fold, то есть такая книжка, одна из самых первых. И тоже здесь пошли некоторого рода инновации. Далее был Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Lite. Также был и традиционный Porsche дизайн. Тоже в тот момент были санкции. И чего-то выдающегося эта компания не показала. Ну и окончательно такой абсолютно беззубой, непонятной линейкой. Она превратилась в 50-й версии. 50 Lite, 50, 50 Pro и также 50 RS. Но эта линейка начала развиваться в другом направлении, то есть более инновационном. И здесь появились следующие телефоны. Mate XS, вторая часть уже. Это тоже Fold, то есть книжка. Mate X3, тоже Fold книжка. Ну и в этом году, конечно, абсолютно сенсационный смартфон, на который многие обратили внимание. Это Mate XT Ultimate смартфон. Не то чтобы книжка, я бы назвал его гармошка. Потому что он раскладывается на три части и превращается в полноценный планшет. При всем при этом он достаточно тонкий. Компания Huawei, ну вот, уловила этот тренд и создала одна из первых вот такую концепцию. Хотя компания Samsung, другие заявляли об этом. Но Huawei выкатила полноценный смартфон, который раскладывается на три части. Одно из самых первых. Смотрится это интересно и на самом деле мне нравится концепт. Потому что я все-таки предпочитаю тоже планшет. У меня есть и планшет, и смартфон. Но вот такое чудо иметь у себя было бы достаточно неплохо. Хотя на данный момент это достаточно дорого. Пока вся эта комбинация будет спускаться примерно в средний сегмент. Пройдет, наверное, достаточно много времени. На данный момент компания, наверное, только Blackview занялась этим. И выпустила свою такую лягушку. Flip смартфон. И он был достаточно недорогой за эту цену. С этой линейкой мы закончим. И переходим к следующей линейке. Это самая знаменитая, самая крутая линейка под названием P. Сразу разделим ее на три части. Это Lite, это P и P Pro. И здесь было начало очень интересное. Те самые легендарные смартфоны. P20 Lite, P20, P20 Pro. Одни из самых лучших камер на тот момент. И по сути это признали абсолютно все. Вот в этом моменте компания Huawei начала развиваться как камерафон настоящий. И на самом деле у них это очень хорошо получилось. Если бы не санкции, было бы все очень великолепно. Далее P30 Lite, P30 Pro, P30. Тоже были хорошие смартфоны. Ничем не уделялись. Просто это было такое хорошее эволюционное движение. Далее также Huawei 40 Lite, Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Также были P40 Plus, P40 Pro Plus и так далее. Здесь немножечко такая путаница. В целом вот этот P40 Pro Plus это был самый крутой, самый навороченный смартфон во всей этой линейке 40-х смартфонов. Далее была 50-я серия Huawei P50 Lite, Huawei P50, Huawei P50 Pro. В целом было интересно, что некоторые смартфоны появились на Snapdragon и это уже было достаточно неплохо. Ну и вот более ближняя серия это P60 Lite, P60 и P60 Pro. Также был P60 Art. Ну и эти смартфоны все позиционируются как камерафоны. На самом деле и обычная версия, и Pro версия это на самом деле одни из самых лучших выдающихся камерафонов. Все остальные характеристики плюс-минус, как и у других флагманов. Но акцент сделан именно на камеру, на алгоритмы, на хорошую оптику. Ну и все в этом роде. В этом году компания немного поменяла концепт и по сути линейка P превратилась в Pura. Не знаю почему, почему такое название Pura P было в принципе достаточно неплохо. Но появился Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus и Pura 70 Ultra. И здесь в этой линейке они вернулись на HiSilicon Kirin. Не знаю почему, но я думал, что может быть здесь ценник будет немножко поинтереснее. И на самом деле все оказалось совсем наоборот. Ценники достаточно конские, производительность никакая. И самые хорошие камеры, ну или правильнее сказать, одни из самых лучших камер сегодня на рынке. Давайте поговорим о 70 Ultra. Здесь экран 6,8 дюймов, это OLED-матрица, Quad-G разрешение. LTPO присутствует 1 до 120 Гц, шамолет на 1440, пиковая яркость 2500 нит. По производительности, как я вам уже сказал, HiSilicon Kirin, это примерно 800-900 тысяч баллов Antutu. То есть как Snapdragon 888 когда-то еще делал. Версия на 16512, LPDDR5X и UFS 3.1 здесь почему-то тоже зажали. Установили старый вид памяти. Но и как говорится тоже зачем это было делать непонятно, потому что ценник достаточно высокий. По камерам здесь одни только плюсы на 50 Мп, это основная камера Sony MX989, один из самых лучших датчиков. И здесь сменяемая апертура, то есть вы можете выставлять от 1.6 до 4.0. Очень крутая фишка, раньше это было доступно только на фотоаппаратах, но сейчас эти технологии постепенно перекочевали и на смартфоны. Ну что ж, круто, это одна из самых лучших камер сегодня на данный момент. Также здесь есть широкий угол на 40 Мп от компании OmniVision, один из тоже самых неплохих. И телевик на 50 Мп от OmniVision. Селфи-камера всего лишь на 13 Мп и тоже от компании OmniVision. Итак, в целом мы видим, что здесь есть один из самых лучших датчиков. И это основной датчик на 50 Мп. Все остальное, друзья, от OmniVision. Процессор свой, HiSilicon Kirin. Батарея на 5200 мАч, 100 Вт, это быстрая зарядка. Здесь тоже достаточно все неплохо. Но, казалось бы, можно было немножечко сэкономить на ценнике, ну и выпустить что-то такое демпинговое. Поразить этим рынок, но компания Huawei этого не сделала. Например, Huawei Pura 70 Ultra в начале продаж был около 130 тысяч рублей. Напомню, друзья, это без Google сервисов. То есть мучения в этом направлении будут продолжаться. Ну и на данный момент вы можете взять себе за этот ценник очень даже спокойно последний Pixel 9 Pro 9 Pro+. Там будут Google сервисы, интересные камеры. Ну и в целом, наверное, выбор здесь достаточно очевиден. Итак, когда я готовился к выпуску этого видео, у меня были какие-то надежды. Но чем больше я изучал, понимал, что происходит с компанией Huawei, тем хуже мне становилось. Некоторые прорывы, конечно же, есть. Например, последний Mate XT Ultimate. Это, на самом деле, один из самых инновационных смартфонов на данный момент. Но проблема, друзья, с оболочкой, проблема, по сути, с гуглами, она остается. Если вы житель Китая, может быть, вам это и окей. Но для всех остальных это вообще не окей. Из тех телефонов, которые я бы выделил, ну и на самом деле, там, наверное, есть что выделить. Это вся последняя линейка Pura, начиная от 70 Pro, 70 Pro Plus и 70 Ultra. Очень интересные аппараты, конечно. По факту, направление в плане камер одно из самых лучших. Но, наверное, в принципе, на этом и все. Больше что-то такое адекватное выделить невозможно. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Приятно, что вы подписаны на этот канал. Если вы еще лайк не поставили, то можете нажать сейчас на лайк. До следующих интересных видео. Все ссылочки, друзья, в описании к этому видео на все Huawei, которые вам интересны. И которые я бы мог рекомендовать. Всем хорошего настроения, респект, уважуха и пока-пока.